вот такой подарок к новому году мне прислал сергей новосельцев из волгограда за что ему большущее спасибо это гусев вина гусева красные вина гусева каждая такая бутылка на винодельни стоит 950 рублей а если посмотреть в интернете по магазинам то цены очень разные от 1200 до 2 что конечно удивляет но сергей прислал их не просто так он попросил столкнуть каждую из этих бутылок с кубанским вином и так красностоп золотовский он попросил столкнуть с крылермон там красностопом дальше у нас идет не дальше у нас идет сапирави который он попросил столкнуть со оттенками а вот мерло он сказал на мое усмотрение чем придумаем ну и сегодня мы попробуем красностоп кубанский соперник оба готовы температура хорошая давайте открывать итак фанагория крылермонт урожай двадцатый год такой же как и у гусева что у нас тут с выдержкой не поменялось ли ничего все так же дубовые бочки 12 месяцев двадцатый год я не пробовал я пробовал только 18 и 18 год был просто офигительный стал ли 20 хуже а может лучше сейчас мы узнаем фирменном как раз было скидочек и стоила на пол 650 рублей раньше фанагории были пробки для крылермонта на которых было написано премиальный террор теперь таких пробок нет и гусев двадцатый год термоусадка гусев интересен тем точнее занятием что ничего не написано про выдержку абсолютно не тут не на сайте у гусева на все эти вина но сергей написал что вроде бы как ему сказали пробки одинаковой длины но у гусева не брендированная кстати на белых была брендированная так вот сергей написал что ему сказали что выдержка вроде бы как полтора года в бочках по 400 литров приступаем снимаю красно стоп чеки давайте салфетку аромат хороший какой она густенькая непрозрачная цвет цвет бодрый такой фиолетовенький даже я бы сказал тут это еще более непрозрачная еще менее еще менее прозрачны и цвет тоже тоже вполне все фиолетовенький цвет бодрый увин ну да начнем цвет похож начнем с зеленого интересный аромат даже не колыхая вишня вот что это наверное так и кофе и что-то вроде аромата сигар есть молочный тон молочно сливочный такой занятный образец мне нравится кофе с молоком 21 а вот это более простой аромат и более такой пронзительный ягодный то есть если тут нас вот такие бочковые игрища сразу же слышны то тут слышно ягоды ягоды еще раз ягоды это вишня черная смородина наверное черемуха блин я даже тут запахи слышу и если тут что-нибудь кроме ягод есть еще что-то кровавое давайте колыхнем ну вот эта кровавость стала наверное куском сырого мяса ягоды стали ярче и появилась терпкая терпкая ну какая-то кожаная нота да скажем так такая мягкая толстая кожа давайте колыхнем тут у а тут сразу вот колыш его и сразу получаешь кучу перца причем это как перец молотый так и свежеразрезанный болгарский и вот куча этих и сливок и табак но по аромату мне этот чувак определенно больше нравится опять-таки вспоминая каким был фанагорийский красностоп 18 года конечно думается вот на этот бокал что это он а гусева я не пробовал но гусев крутой его сильно хвалят и поэтому как-то но тут вино проще она более ягодная более яркая наверное тоже вкусная то есть ни в коем случае не говорю что это хорошее плохое она интересная но вот это пахнет сложнее если это стало фанагория то она конечно очень поменялось потому что то фанагория она была кофейная она была насыщенная на тут ягоды и вот это вот мясо кожа может быть грибница да вот что такое появляется какие-то такие тона до золотовский то время как тут сливочность какое-то вот варенье начинается вот этот перед час вылез прям он сильный-сильный такой вот молотый если бы красный он бы чихать начал ну назовем это приправой четыре перца тебя устроит и болгарский так давайте пробовать с кого начать с какого бы начать наверное начну все-таки с этого безумная терпкость просто до горечи вино свежайшие обе бутылки 22 года розлива и короче лежать и лежать еще ну или хотя бы деконтировать его надо сильнее давайте потели поем побольше пробуем еще раз очень фруктовое вино и ягодная очень ягодная вишневая черно-смородиновая вот все те же ягоды что в аромате они во вкусе ягодная ягодная и терпкость до такого кожаного ремешка какая-то такая терпкость вкусно ярко ну так довольно просто на мой взгляд конечно ни одно не второе вино на мой взгляд не соответствует по ценовой политике вот этому образцу то есть она даже на 650 рублей не пойдет но вот если говорить о белых ценниках да она горе стоит 700 чем-то гусев стоит 950 ну вот на мой взгляд дорого за это вино она неплохое она прикольная она яркая ну как-то за эти деньги хочется уже блины там и там вроде есть бочки да но я тут не слышу бочки тут вот какая-то терпкая кожа вот это это вся бочка но наверное это бочка я не знаю но очень очень деликатная такая черта знает давайте поживающие попробуем давайте попробуем зеленая вот это мощно вот это классно это напоминает ту фонагарию но там не было вот этого перца него тут куча и вот много поэтому я фонагарию не узнаю не там, не там. Вот это ближе к ней, но много перца появилось. Давайте пробовать на вкус. Да, тут сразу чувствуется бочка. Тут сразу чувствуется вот такая мягкость, округлость, вот эта сливочность бочковая. Хорошая кислотность и там и там. Но там как-то о ней даже говорить не хотелось, потому что ягоды, они и есть ягоды. Мощные, насыщенные ягоды. Они так понятно, что с кислотностью полный порядок. А вот тут хочется сразу сказать, что сквозь ту сливочность идет такая мощная, классная кислотность. Давайте еще попробуем. Вот про это вину не хочется говорить, да, что ему танины тоже очень мощные, очень крутые, но не хочется вот сразу говорить о том, что в нем еще полежать, ему еще подумать над собой надо. В принципе, я думаю, оно вот постоит и очень скоро уже будет совсем прям в норме. прям в кондиции. Насыщенная ягодная тема, да. Такая вот вареньевая. Вспоминается варенье эскизилла, какой-нибудь такой, ну, погуще, когда его делают. Сливочные темы, да. Вот что еще? Давайте еще. Кофеек есть, да. Какая-то кофейно-шоколадная штучка тоже присутствует. Давайте теперь к этому вернемся. Ох, как терпко. Ой. Вот это вот просто его хочется жевать. Нужен аэратор, короче. В общем, вот тут вот его прям сложно пить. Оно настолько терпкое. Вот горечь, терпкость, вот эти танины просто бешеные. Ух. Ух. Оно более яркое. Это больше в кондиции. Вот странно, вот это при открытии, не при открытии, а когда я его только начал пробовать, тут была, был баланс вкуса. А вот сейчас оно стоит, стоит, и как-то сладинка из него ушла. И это мне не очень нравится. Вот сразу оно изначально мне показалось интересней. Может, просто реально оба не долежали? Они очень, да, молодые. Красностопом надо лежать и лежать еще. Пожалуй, наверное, обоим. Обоим, правильно говорить, да? Да. Но вот это больше в кондиции. Возможно, тут вот эта вся игра, да, которой тут не хватает, она появится со временем. Из вот этих танины, блин, как говорить, сложно после них. Это, ну, блин, я уже повторяюсь, это больше в кондиции для приема его как пищи. Но тоже, наверное, стоит ему полежать. Слишком они свежие какие-то. Что и что. Так, сейчас, погоди. Значит, какое мне больше нравится? Вот я... Вот, вот что сказать. Ну, наверное, все-таки, конечно... Короче, вот это мне, наверное, больше нравится, да. Ну, потому что оно интереснее, потому что в нем чувствуется бочка, потому что бочка играет, потому что нюхаешь по аромату. Кстати, по аромату, вот оно классное, по аромату вообще. Вкус немножко разочаровывает. Тут ты нюхаешь и чувствуешь, что это выдержанное в возрасте серьезное вино. Потом пробуешь, немножко разочаровываешься, но я списываю это на то, что они слишком свежие. Оба образца очень свежие. Тут же, когда ты нюхаешь, ты получаешь, ну, такую ягодную бомбу, да, просто куча ягод. Вкусных, сочных таких вот, классных ягод. Когда ты пробуешь это на вкус, ты получаешь тоже кучу этих ягод, только еще и кучу танинов, в которых реально перебор. Просто перебор. Вы видите, вы видите. И, соответственно, да, я скорее за это вину. Хотя вопрос у меня есть к обоим образцам. Как-то вот, как-то за такую сумму я ожидал, что хотя бы один из этих образцов, да, наверное, более дорогой, меня прям, прям погореет мне душу. Но... Готовку потреблять. Но как-то погреть душу ни один из них, если честно, вот на все эти деньги, да, которые ты представляешь, один стоит 700, будем считать 50, то ли 40, то ли 60, не помню. 750, второй 950. И как-то мне, если честно, я думаю про эти деньги, мне их немножко жалко. Вот. Но повторюсь в 10 раз, что списывает она то, что вино слишком свежее. Вот это мне кажется более интересным, это мне кажется менее интересным. Как-то я тут бочки толком-то и не заметил. Ну, что, по воспоминаниям, ну, вот это ближе к фоногории, которую я помню. Вот это что-то новое. я не пробовал такого вина. Если это фоногория так изменилась, я буду удивлен. Изменилась не в лучшую сторону тогда, значит. Если это фоногория, ну, будем списывать на то, что вино слишком свежее. Я считаю, что это фоногория, это Гусев. Ура. Это как-то ты так... показывать когда показывать на что она сделала дольше слишком мало вина надо было 4 да и так очень мне кажется я очень долго сидела сопли жевала ну я узнал и да это она ну блин значит по розливам давайте вот посмотрим это 15 апреля 22 года фанагория а гусев не в бочке бутылку а это 2712 он безумно свежий то есть но это конечно было преступление его открывать час то есть его смело можно на годик закидывать куда-то чтобы эти танины успокоились и переросли во что-то более интересное потому что сейчас то просто куча ягод и куча танинов и вот сейчас эти девятьсот пятьдесят рублей как-то их хоть их и не я потратил да сергей за что ему большое спасибо еще раз но как-то их все равно жалко вот сейчас такая ягодная бомба с кучей танинов а фанагория ну как она она узнается вкус вот меня немножко аромат вот прям классный аромат офигенный и я сразу подумал ну блин это фанагория вкус же о сладинка вернулась может это те гусев навеялся видимо это гусев до перебивает как-то не с фанагорией порядок фанагория хорошо попробуй попробуй 27 12 по моему ты не то сказал 27 пол вчера было позавчера позавчера а нет вчера на посмотри покажи на камеру 20 20 но смотри в аромате просто куча ягод но ты слышишь там бочку яркая такая фруктовая вот она она очень яркая очень такое мощная в своей яркости яркая в своей мощности потер попробует быть бочка если она есть говорят есть на бутылке правда не написан очень суровые а теперь представь 950 а теперь представь полторы а теперь фанагория да попробуй по-моему это гораздо ближе все-таки вот ее аромат и вкус к ее стоимости тут ты сразу ощущаешь бочку ты понимаешь что это дорогое вино да да гусева нет ощущения дорогого только понюхав фанагорию ты понимаешь что это дорогое вино а понюхав гусева ты думаешь о что-то ягодная классная прикольная но как-то вот вот эти тысячи у тебя совершенно не появляются в голове короче фанагория разноплановая и интересная гусев просто очень мощный и ягодный вот вот такой вывод